Сергеев Посад, мемориал славы. Горожане начали собираться задолго, до начала митинга. Я всегда вспоминаю своего отца и своего брата старшего, которые прошли войну. Брат старший с хранением головы получил инвалидность, бросил институт, не смог дальше учиться. Короче, все уже не мучился. Отец зашел до Бреста, оставляли его в Брестской крепости комендантом. Он уже был за 50-е, мол, 60-е, и тоже комиссовался, но пришел домой и скоро тоже ушел от нас. То есть это всегда воспоминания такие довольно-таки борисные. Ну, а сам я только помню День Победы, когда черная тарелка известила о победе. Радости было, конечно, неописуемо. Жили плохо, жили, бедно, голодно. Но всегда были, мы дружны со всеми соседями. Выходили перед домом, сколотили большой стол и пятиэтажным домом мы всем праздновали День Победы. Жили мы в поселке Дзержинском, а сейчас это город Дзержинск. Да. И, значит, я вышел утречком, значит, на улицу, такой солнечный день. И я смотрю, немецкий этот самый пикирующий бомбардировщик летит. Думаю, ничего себе. Или это перехватили наш экипаж, или черт его знает. А потом, значит, мы эвакуировались в Муром на станцию. И стоит эшелон, каски валяются с кровью. Значит, бомбер чуть-чуть не захватили. Где-то в окрестностях Мурома был немецкий картеревщик. И эшелоны подходили, и он сообщал, видно, бомбили. Хочу сказать спасибо нашим бабушкам, дедушкам, отцам, матерям, которые отстояли эту победу в Великой Отечественной войне. Победу над фашизмом, нацизмом. Великая Отечественная война закончилась 77 лет назад. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 по Центральноевропейскому времени. В Москве тогда было уже 9 мая 0.43. Мы впервые решили приехать в Сергиев Посад на праздник, потому что в деле Великой Отечественной войны тоже роль очень большая была. И у Сергиева Посада. А откуда вы? Мы из Москвы. Из Москвы. Как-то связана семья с Посадом? Нет, мы приехали в Троицу к Сергееву Лавру, но так получилось, что на 8 и 9 мая. Ну поэтому на 9 мая обязательно сходили к монументу. У меня дедушка воевал, у Маши дедушка воевал, у Маши дедушка врач в Ленинграде был. Известный человек в Ленинграде. Много жизней спас. 20 госпиталей было в нашем округе во время войны. Под Загорском, тогда так назывался Сергей Посад, формировалась и 1-я ударная армия. Немецко-фашистские войска рвались к Москве, выходили на линию канала Москва-Волгом. Соединения 1-й ударной армии сразу вступали в бой. Военные заводы города внесли свой вклад в победу. В начале войны Загорский оптикомеханический эвакуировали в Томск. Но уже в 43-м основное оборудование цехов вернулось в родной город. В 1943 году на окраине Загорска строится особый экспериментальный завод номер 862, ныне НИИПХ. В годы Великой Отечественной войны предприятие снабжало армию пертехническими боеприпасами, создавались и салюты. 9 мая 1945 года ярким салютом в 30 залпов, изготовленных в НИИПХ, страна отметила День Победы. Уважаемые жители Сергеево-Пасадского округа, дорогие ветераны, друзья. 77 лет прошло со дня, который вошел в мировую историю как символ мужества, символ доблести, символ бесстрашия, силы духа, бесконечной, несгибаемой воли. Вошел как символ победы. 77 лет назад нашему народу неимоверной ценой удалось поставить точку в самой кровопролитной, страшной войне. С тех пор много что поменялось. Менялась наша страна, сменялись поколения, менялся мировой порядок. Но память о подвиге нашего народа в борьбе с фашизмом остается неизменно. Она не меняется. Мы безмерно благодарны тем, кто свою жизнь отдал на полях сражения в годы Великой Отечественной войны за нашу свободу, за мир, за Родину. Мы безмерно благодарны тем, кто вынес на своих плечах всю тяжесть, находясь в тылу, делая и отдавая все, отдавая все для фронта, для победы. Мы должны сделать все, чтобы сохранить нашу страну, сохранить нашу Родину, увеличить ее мощь и величие. Я отдельно хочу поздравить сегодня тех, кто сейчас находится на боевом посту, защищает границы нашей Родины, защищает наш мир, благополучие и спокойствие. Дорогие друзья, с праздником! Ветеранам низкий поклон. Да, их, к сожалению, с каждым днем остается меньше. Но мы помним и мы гордимся. С праздником мира и добра! С днем Великой Победы! Мы склоняем головы перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, одноболчан, родных, друзей, всех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже с нами нет. Объявляется минута молчания. Звезды мемориалу воинской славы возлагают. Глава Серго-Пасадского городского округа Михаил Юрьевич Токолев. Председатель Совета ветеранов Серго-Пасадского городского округа. Заместитель председателя Московского областного совета ветеранов. Почетный ветеран Подмосковья Валерий Сергеевич Кругликов. Депутат Московской областной думы Левков Александр Геннадьевич Гаджиев Олег Петрович. Цветы и венки мемориалу воинской славы возлагают общественные организации, предприятия и жители Серго-Пасадского городского округа. Субтитры создавал DimaTorzok